Владивосток в области спортивной гребли может похвастать не только успехами знаменитого канаиста Ивана Штыля. Дело в том, что ни в одном другом городе России не уделяется столько внимания такому виду спорта, как гребля на лодках класса дракон. Необычная дисциплина настолько прижилась в приморской столице, что по ней стали ежегодно проводить различные соревнования. Самая же массовая встреча таких гребцов проходит в рамках празднования Дня молодежи. Безусловно, это ноу-хау нашего региона. По-другому быть не может. Мы здесь находимся совсем рядом с Поднебесной, из которой эти драконы, наверное, сюда однажды своим ходом и пришли. Ну и близость моря. Очень глупо, особенно в такой уникальный праздник, День молодежи, не использовать такую возможность. В этот раз любительские соревнования собрали на спортивной набережной 42 различные команды. Это и бизнесмены, и повары, и дизайнеры. В общем, коллективы, которые определенно далеки от профессиональных спортивных будней. Однако тренировка по приручению драконов у команд была и не одна. В нашем случае подготовка шла почти два месяца. И последние две недели мы занимались вообще без перерыва, ежедневно. То есть прям выходили на воду, да? Конечно, мы выходили на воду, причем на двух площадках, и на санаторной, и на семифутах. Вообще чувство команды – это круто. Очень весело, очень приятно, когда получается. Особенно, когда получается результат, просто, ну вот, гордость захватывает. Ну и, собственно, не знаю, это командная работа – это очень здорово. Большое количество участников означало то, что борьба будет жесткой сразу на вылет. Дистанцию в 200 метров нужно было преодолеть быстрее остальных. Первые две лодки на финише проходят дальше по таблице, остальные выбывают. Чтобы быть лучшими, приходится не только бороться с соперниками. Все команды смешанные, а значит, первостепенная задача здесь – найти общий язык. Заявляется команда из пяти человек, из каждой организации, да? Потом далее команда проходит в жеребьевку и объединяется в десятку. То есть в одной лодке находятся представители двух организаций. Их главная задача – это договориться, научиться грести, получить навыки гребли, и выйти непосредственно на старт в День молодежи. Все команды, включая даже тех, кто вылетел на первом этапе, получили грамоты и медали участников соревнований. Но, конечно, главной наградой стали эмоции и полученный опыт настоящей спортивной гребли. Максим Яковлев, Руслан Мартынычев. Новости спорта на восьмом. Новости спорта на восьмом.